Слава Иисусу Христу! Слава нашему Спасителю, Господу, Богу всемогущему! Ни в коем другом нет спасения, братья и сестры, дорогие друзья! Нет другого имени под небом, данного нам людям, которым принадлежало бы нам спастись, которым спасены, которым спасаемся. Приветствую всех, кто подошел, кто задерживается, подходит, благоставляем. И тех, кто подключился уже к трансляции, тоже вас приветствую и благоставляю во имя Господне. Надеюсь, мои уже тоже подключились, моя семья, пока не маякнули еще мне. Но от них передаю привет уже сразу, от своей супруги, от наших детишек. У нас шестеро детей, пока один внук, ждем скоро уже внучку, так сказали врачу. Теперь очень, слава Богу! Вот, и сегодняшний семинар, я посвящаю эту встречу, этот семинар, 501 годовщине реформации. 501 годовщине, со дня начала эпохи Великой Реформации и обновлений мирового христианства. Вот так вот можно назвать. Потому что 501 год назад грянула Великая Октябрьская Христианская Реформация 17-го года. Это 1517 года, в октябре 17-го года. У нас обычно октябрь 17-го ассоциируется немного с другими событиями, не такими древними. Но в октябре 1517 года Мартин Лютер прибил тезисы к дверям Виттенбергского собора. Ну так, принято считать. И, как говорил Чарльз Перджин, и кто-то еще из великих, тоже проповедников, вторил ему стук молотка этого монаха. А, ну и Билли Грэм, да, в блаженной памяти уже ушел в вечность брат. Он тоже как раз это цессировал часто, что стук молотка этого монаха пробудил всю Европу. Ну и можно там дальше дополнить эту фразу, это высказывание, не только Европа, но и весь христианский мир. Стук молотка этого монаха пробудил Европу и весь христианский мир на самом деле. Сегодня даже тогдашние гонители и контрреформаторы, традиционные католики, признают заслуги Лютера перед церковью на самом высоком уровне. То есть, Папа Римский, предыдущий, нет, еще раньше, Иван Павел II, покойный, да, он официально там признавал, даже в своих там обращениях, заслуги Лютера, Мартина Лютера перед церковью, вообще перед вселенской церковью, христианской церковью. Это очень важно отметить. И, конечно, это касается и нас православных, и всех-всех-всех протестантов, уже, как говорится, сам Бог велел вам праздновать это. Но, по большому счету, 31 октября, я считаю, эта дата такая общихристианская. Это не просто праздник конфессий некоторых динаминаций или праздник протестантизма как явление, как движение в целом. Нет, я считаю, все гораздо серьезней. Это дата, которую стоит отмечать, и я уверен, что в скором времени будут отмечать так или иначе все христианские существующие конфессии течения и динаминации. Ну, по большому счету, большинство и так уже отмечает. И в календаре нашей церкви, которую, представляю, реформаторскую православную церковь Христа Спасителя, архиеписпом, которым я являюсь последние годы, именно с 2002 года официально до Юры, то в календаре нашей церкви так и обозначено. 31 октября каждый год в календаре у нас обозначена дата – День Великой Реформации. Такой красный день календаря. Вот, День Великой Реформации. Сегодня уже у нас суббота, 3 ноября. Ну, вот как раз до этой недели и случилось это событие. Очень важное событие, историческое событие. Я очень люблю историю христианства. Это моя любимая тема. В библейских школах, в церквях тоже провожу семинары на эту тему, как раз, истории христианства. И знаете, если рисовать графики, иногда так в охотку люблю тоже рисовать. Это многое как бы проясняет так и для самого себя, и для слушателей. Если нарисовать график, вот кривую нашей с вами истории, в целом, ну, я имею в виду вообще христианство, историю христианства в целом. Потому что нашим церквям может быть там и 20 лет, и 100 лет, и 1000 лет, и 1500 лет, и больше, и меньше. Но в целом христианству уже два тысячелетия. И, дамы и господа, братья и сестры, так вот, кривая нашей с вами истории, вот, если не считать, вот первые еще столетия, два-три столетия, то, к сожалению, кривая нашей истории, она была чаще всего, знаете ли, как вот рисуют графики там, вниз идущие. Кривая катилась вниз, чаще всего. Иногда замедливало свой ход это падение, иногда даже был период подъемов, были периоды подъемов, да. Но в целом, если со стороны посмотреть, видите, как издалека, да, то этот график, он шел вниз. Эта кривая шла вниз. И чем дальше, тем стремительнее было. Особенно, особенно после вот того самого там рокового, как считают историки, все фактически историки, христиане именно, признают в 11 веке разделение церквей, раскол церквей. Вот по вот 1054 год, да. Вот после того самого вот злополучного 1054, к сожалению, вот это крутое пикет, да, вот это падение, оно стало вообще стремительным, к сожалению. И, но, но, вот с того самого 31 октября 1517 года, опять-таки, не так быстро, не так порой это резко, как хотелось бы, но кривая нашей слабой истории, будьте здоровы, она пошла вверх. Иногда это было не так быстро, как хотелось бы, опять-таки, да, но иногда даже опять было чуть вниз. Но за пять столетий кривая, в целом, если посмотреть со стороны, она шла вверх, восстановление. Была эпоха, многовековая эпоха, до 1517 года, великой деформации. А началась эпоха великой реформации. Да, лучше выключить, да. Самовар. Вот. И деформация или реформация. Была эпоха деформации, деградации, отступничества. Или, как по-гречески, обычные историки называют, апостаси, то есть отступление. Но началась эпоха реформации. То есть восстановление, покаяние, исправление церкви, возрождение, еще так вот можно сказать. И, дамы и господа, братья и сестры, опять-таки, два тысячелетия назад, когда совершилось искупление рода людского, когда новый Адам, как называет его Новый Завет, Иисус Христос, заплатил великую цену, свою кровь отдал за нас, за всех нас. Ибо так возлюбил Бог мир. Не просто отдельные категории граждан, не просто отдельные нации и культуры, не просто отдельные нам религии и традиции. Нет. Мир, весь этот мир. Истрадавшийся мир. Что отдал самого себя, свою жизнь, душу за нас положил, кровушку за нас пролил своим. Сына своего ненародного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. То есть, тогда, два тысячелетия назад, великая цена была заплачена. И церковь Иисуса Христа, церковь христианская, родилась на Голгофе, родилась на кресте, в крови Иисуса Христа. Хотя, многие христиане обычно говорят, мы обычно говорим, что в день Пятидесятницы, и даже многие из нас, говорят, это день рождения церкви, это, по большому счету, это тоже правда, но это не вся правда. Это как бы больше, знаете, вот как вот торжественный момент, как бы, да, согласен. Но, рождение церкви, это было праздником со слезами на глазах. Это было не так красиво, как это, ну, принято обычно отмечать. Это событие, которое, знаете ли, стоило величайшей цены. И эта величайшая цена была уплачена, потому она величайшая, потому что за все тысячелетия нашей истории с вами никто из людей и все мы вместе, сущие на этой земле, не смогли и не сможем никогда эту цену платить. Поэтому Господь взял на себя наше немощь и понес наши болезни, и ранами его мы исцелены. И величайшая цена крови самого Спасителя Иисуса. Поэтому церковь Божья это не человеками учрежденная, и не человеками созидаемая, и не человеками охраняемая, оберегаемая, и не человеками распространяемая. Да, через человеков много что делается, но это Божья церковь. это Божья. И поэтому каждый из нас, особенно служители церкви, порой, это очень важно, это архиважно, вот это осознание, оно больше и больше с каждым годом служения, да, в сердцах верующих, да, что мы лишь соработники, мы и поливающий, и насаждающий ничто. Хотя это может звучить по-человечески не очень приятно, но это правда. А все Бог возвращающий, взращивающий, дающий жизнь. И сам Христос, он сказал так, оно как бы, что-то, раз, да, а можно так, в принципе, подключим, да, слава Богу, так, еще кто-то подключился, да, да, спасибо, спасибо, кто подключился, приветствую, слава Богу, и братья, церковь Божья, действительно, Богом самим рожденной, и прежде даже рождения, сам Иисус сказал, я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Или как в буквальном переводе, можно так сказать, я создам церковь мою, и врата ада не устоят перед ней. Вот это мне очень нравится, очень даже. И действительно, потому что, ну а почему, потому что Бог создал церковь свою, не для окопной, оборонительной войны, а для наступательной войны. И каждый покаявшийся грешник, каждый исцеленный больной, каждый освобожденный от бесов человек, это еще как будто бы одна пять земли отвоеванного царства тьмы и перешедшая в царство света. Исход, великий исход совершается сейчас, братья, сестры. Тогда, 3330 лет тому назад, с половиной уже, когда во времена Моисея совершался великий исход, в этом году мы отмечали 3330 летие. Ну, если брать библейские исчисления, обычно, вот, по традиции такой древней исчисления ведем от Адама, от создания мира, вот, и от времени нашего исхода. Ну, от Адама понятно, как бы, ну, как бы, сам Бог велел, Бог-то создал нашего пращура, праотца. Вот, и по Писанию ныне, какой год, кто помнит? 5779 год. Да, если от Адама отчитывать по родословиям всем, то на дворе, поздравляю вас, недавно был Новый год, отмечали, да, ну, без елки, без санты, но отмечали с яблоком, с медом, как бы, и с шафарами. В Библии этот праздник называется, вообще-то, он очень интересный, Йон Труа, Йон Хатруа, то есть, это праздник трубного зова, ну, обычно так в народе еще праздник шафаров называют, да, или Рошашана в народе говорят, Рошашана, ну, это такой народный, чисто такой, голова года, как бы, это такая присказка, сказка впереди, вот, это праздник и прошлого, и будущего, вот, рождение второго Адама тоже совпало как раз с этим праздником, хотя, Christmas time, да, время Рождества обычно в нашей христианской традиции мы в конце декабря или у нас обычно в начале января вообще-то, празднуется, да, но библейское это было, ну, по-нашему, получается, в сентябре, вот, в нашем исчислении, это месяц Тишири называется, Тишири, вот, когда был и первый Адам сотворенный из праха земного и очень красивое такое совпадение его величества случай, о чем сегодня говорил там с братьями, вот, рождение второго Адама, а почему это его величество случай, Чарльз Пэрджин тот же самый говаривал очень красиво, что его величество случай, это псевдоним его величества Господа Бога, когда он напрямую не работает под своим именем, он работает под псевдонимом его величество случай, но, даже неверующие порой замечают, что случайно даже прыщ не вскочит, знаете ли, вот, люди мудрые, умные замечают, что все не просто случайно, апостол Павел сказал, что вообще мы им живем, вообще, и движемся, и существуем, и он сказал это не в собрании святых и праведных, а большей частью развращенных и не знающих истины, но, и он даже процитировал их стихотворцев, утверждая, который утверждал стихотворец, что мы его и род, и так, будучи родом Божьим, говорится, да, интересно, от одной крови Бог произвел весь род человеческий для обидания по всему лицу земли, прекрасные слова, проходите, пожалуйста, проходите, присоединяйтесь, да, так что, род Божий, народ Божий, выслушаем вот эту правду Божью, и Великий Исход продолжается, да, вот от Адама 5779 год на дворе, а вторая дата, это от нашего исхода, это уже по просьбе самого Всевышнего, собственно, который говорил Моисею, что месяц сей, да, будет у вас начало месяцев года, и так повелось, что, значит, и так же, вот, с Ниссана, с Авива, с того самого месяца исхода, и с того самого года исхода, так же ведем мы исчисление лет своих, и от времени нашего выхода из рабства 3330 лет прошло с половиной, чуть больше уже, вот, и вот это, кстати, да, получается, три года, и будет 3333 года, красиво будет, наверное, так вот, если я рекламу сделаю, так вот, приглашаем вас на 3333-летие, красиво будет, воспользуйтесь бесплатным советом таким, ну, как бы, такие вот ходы, мне очень нравится, когда людей заставляет это все думать, анализировать, кто-то возьмет, и Библию откроет, а кто-то возьмет, и будет перепроверять, и удостоверить, за что Библия на самом деле интересная книга, уникальнейшая книга, супер книга, и, друзья, так вот, и великий исход тогда был через Моисея, который был некой тенью, Моисея, Христа, подобием Христа, образом Христа, и через него закон был дан, спасение для его поколения людей, будем так говорить, но через нового Адама, через Иисуса Христа, о котором он говорил, помните, да, что пророк, и как меня возвидит Господь, его слушайте, вот через него исход продолжающийся, он уже два тысячелетия продолжается, и всякий, кто призовет имя Господня, спасется, так говорилось, сегодня мы знаем, спасен всякий, кто призывает, его святое имя. Апостолы эту веру декларировали, кредо, кредо, это, да, вот, исповедание веры, это вот по-настоящему апостольский символ веры, это слова самих апостолов, записанные в деяниях апостольских, в 4 главе, что нет ни в ком ином смысле спасения, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись. И они это сказали, опять-таки, пред лицом врагов, пред лицом тех, кто кричал распни Машеху, перед тем, перед лицом тех, кто имели власть, казалось бы, и над ними расправу чинить, да, но даже те удивились, надо же, какие смелые, орлы, птенцы, гнезда Христова. Знаете, вот действительно, так оно и есть. Вот, а кто духа Христова не имеет, ну, боясливое царство Божие не наследует вообще, вот, тени нашего племени. Вот, потому как, действительно, Господь, Он дает детям своим, да, не духа боязни, но любви, силы, целомудрия, чистоты, святости, праведности, любви этой, и Божьей любви. И вот, в истории христианства, действительно, церковь родилась на Голгофе в крови Христа. И в день Пятидесятницы она была явлена миру, но затем через антисметизм, через всевозможные ереси, вот, цезарепопизм, то есть, подчиненность церкви государству, стали многочисленные ереси приходить в жизнь церкви. И так стало получаться, что вот с самых константиновых времен постепенно, не так сразу, вот, но постепенно отступничество продолжалось. Ну, оно как бы никуда-то не делалось, собственно, то есть, как бы, процессы-то все эти есть, налицо и сейчас. Притчи Христа они исполнились тоже, исполняются буквально. Вот, Иисус, Он говорил, в числе прочего, да, что не только там хорошую рыбку, значит, достанет небо царства божьего, да, на берег, но и плохую рыбу тоже. И не только будут расти хорошие злаки на огороде царства божьего, на поле этом, но придет враг, когда распят старожа, старейшины, служители, ну, тем, кому сам Бог ведет, как говорится, быть на страже, на чеку, вот, пришел враг, и посеял племелы, и пошел, поехало. И, когда все показалось, конечно, было предложение прополоть огород царства божьего, но, Господь остановил, казалось бы, хорошее, правильное желание людей, этих работников, вот, и он сказал, что все так будет продолжать расти до конца веков, и не потому, что ему все равно, не потому, что ему наплевать, что растет на огороде, нет, абсолютно нет, не поэтому, и не потому, что он сам не пропалывает огород свой, он иногда пропалывает, и мы это видим тоже в истории христианства, видим в этой жизни, реальной, христианской жизни нашей, в наших судьбах мы это видим, он пропалывает свой огород сам, Он не доверяет это никому больше. И знаете, что я еще скажу? Почему он остановил делателей от прополки? Потому что если люди берутся за прополку, они выдернут все подряд, сам этого не понимая, и хорошее выдернут. А еще почему? А потому что Бог даже самому злому сорняку на огороде своем, Он дает время, дает шанс переродиться сверхъестественно. По-человечески невозможное, но с Богом даже это возможно. Я примеров массу знаю, друзья, и в сегодняшней жизни я эти примеры знаю, когда злые сорняки на огороде Царства Божьего становятся добрыми злаками. И я знаю из истории христианства очень много примеров. Для меня самый хороший пример, такой, ну зрелищный для меня, это вот один из предтеч реформации. Сегодня я больше говорю о реформации, но до Лютера были вот такие, до Кальвина, до Цвингли, до Аннебаптиистов, до того самого начала 16-го столетия были предтечи реформации. Когда, вот, Янгус, да, Янгус вообще, в 15-м году мы отмечали тоже как раз, у нас 15-й год был вообще посвящен как раз его памяти. Вот, и знаете, удивительная личность, и многие другие реформаторы, когда, значит, а, кстати, да, Мартин Лютер был еще совсем пацаном еще, еще под стол пешком ходил. Вот, тоже был реформатор, только, правда, не в Германии, а в Италии. Вот, и это был Савнаролла. Джероламо Савнаролла и два его товарища, Фрадо Менико, Сильвестр, Маруфи. Вот, и вот эти доминиканцы, монахи доминиканского ордена, который отвечал в то время за инквизицию, они начали творить пробуждение, через них Бог стал совершать реформацию тогда. Это все равно, что в советское время в КГБ пробуждение, представьте. Ну, подумать, потому что именно доминиканцам, потому что папа повелел именно курировать этот вопрос, этот инквизиции, всякую ересь выжигать, значит, убивать людей. Сколько они поспалили людей, ну, вообще, доминиканцы в целом, как бы, да, на их совести. Хотя у них белые рясы, но они запятаны кровью, очень серьезно. Нет, ну, сегодняшние доминиканцы, многие, конечно, и мои товарищи тоже, католические священники, монахи доминиканского ордена, я общаюсь с ними. Сегодня многие из них, да, они вспоминают о тех столетиях, говорят, да, вот, слава Богу, что сейчас время покаяния, исправления, вот, и прочее. Вот, но тогда, да, но и в те времена тоже находились светлые головы такие личности. И вот, ну, правда, с ними был разговор короткий, вот, их просто убили, к сожалению, своих же. Вот, свои же и убили их, вот, и перед тем хотели купить, Пампа Римский даже предлагал самонароли и должности, и титулы, и даже шапку кардинала ему предлагали. Хотя, ну, купить его, потому что слишком во Флоренции у него была такая, ну, и не только во Флоренции, вообще по Италии, и не только по Италии, были, было такое, ну, хорошее очень имя, доброе имя. Вот, но самонарола сказал посланникам Папы такие слова, что я скорее приму венец мученика из рук Христа, чем шапку кардинала из рук Папы-убийцы. Вот, значит, ну, обличал Папу действительно в массовых этих убийствах, в геноциде, и, значит, в этом кровопролите никому не нужно абсолютно вообще. Вот, и так и получилось, его убили, казнили, но, слава Богу, вот, в Германии, а в это же самое время, подрос, подрастал, вот, простой немецкий мальчик, по имени Мартин, фамилия Лютер, которому суждено было впоследствии тоже, вот, стать реформатором. Да и люди распалили бы тоже, и фамилии не спросили бы, да просто уже, как говорится, бодливой корове бог рогов не дал. Да, это, опять, да, что-то пропадает, ну, ладно, наверное, наверное, это тоже столько, кого уронил, колол. А, ранять не надо. Так, еще кто-то подключился, а, хорошо, слава Богу. А, кто подключился, приветствую еще, и вы пишите ваши вопросы, я потом их прочитаю и оглашу. Ну, какие, будет уместно гласить, вот, там всякие бывают вопросы. Вот, потому что люди пишут разные. Некоторых даже заношу в свой, я называю это не черный список, а особенный молитвенный список. Вот, заношу даже, и там у меня уже достаточно много людей, вот, я их благоставляю, постоянно захожу к себе на канал, благоставляю, молюсь. Ну, там разные, там, и товарищи есть, и богохульники, там, и всякие-всякие товарищи. Ну, я их благоставляю, молюсь, вот. Ну, интернет такая вещь, свобода, она, как бы, не только для добра, она для всех, если свобода. Вот, и, друзья, и вот за сто лет еще до Лютера, да, был такой Ян Гус, ну, по-нашему, Ваня Гусев. Да, значит, Ян Гус, вот, ему было, из гусенца, кстати, да, он, даже городок его такой, там все гусевы, через одного там гусевы вообще, в этом гусенце. Вот, и, так вот, этот Ян Гус, собственно, он, уже находясь в заточении, в подвале инквизиции, ну, там уже дорогой было ясно, что его живым не выпустят уже. Хотя, как бы, у него была официально, до Юра была грамота охранная от королевы, но там уже было понятно, его уже полгода там ломали в застенках, и было уже понятно, что его живым не пустят обратно в Чехию. Вот, и, ну, ему оказали, ну, не знаю, последнюю такую милость, как бы, он мог хотя бы переписку иметь, как письма писать. Вот, и он в этих письмах много исповедовался, он писал о своей прошлой жизни, ну, как, нечто вроде дневников таких у него было. И вот он признавался друзьям своим в Праге, в Чехии, вот, письма уже там зачитывались, когда уже густос сожгли, вообще-то уже так получилось. Ну, почта была такая. Вот, и, знаете, так вот, он признавался, что сам мотив его, вот, стать священником в свое время был неправильным. Он признавался в том, что, ну, просто не хотел работать физически, и хотел, ну, не работать, а зарабатывать. И плюс еще иметь для, ну, как бы, чтобы перед ним шапки ломали, значит, какую-то честь иметь такой от людей. Вот, ну, как в советское время говорили, как, не хочешь работать, иди в милицию, да, вот, вот, значит, как бы, и вот, ну, а, значит, Вот тогда, значит, не хочешь работать, а иметь, как бы, денежку и плюс еще какой-то почет, ну, иди в батюшки. Вот, как говорится, тяжелее кодилам ничего не поднимешь, как бы, значит, да, значит, и вроде не дворянского звания, но, как бы, где-то там во дворянстве, значит, да, или при дворянстве где-то, вот, значит, и, в общем-то, особенно в те времена злые, то это было весьма очень популярно. Поэтому, в общем-то, дьявол там потирал руки в аду, потому что огород Царства Божьего был просто-напросто заполнен сорняками так, что сорняки там уже выше забора росли, и вообще, ну, я думаю, что у многих очень сомнения, а есть ли там что-то доброе вообще на этом огороде вообще, растет ли что-то доброе. Вот, даже некоторые историки христианства предполагают, как бы, что некоторое время произошла, как бы, смерть в Церкви Божьей, говорю, нет, нет, даже если два или три человека, два-три колосочка на огороде росло здравых, да, верных, любящих Господа Иисуса Христа, то Господь говорит, моя церковь жива, моя церковь жива, вот, как в той еврейской песне поется, я вот люблю петь, но сегодня вот не могу петь, вот, к сожалению, да, что-то горло так полегает, что-то перехватило, но, знаете, вот, там поется так, что народ Израиля жив, потому что наш Бог жив. Помните песню эту, да? От Авину хай, от, авину, это отец, отец, есть ава, 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 это, значит, папочка, папуленька, папенька, такое ласкательное, такое уменьшительное, такое, а вот, значит, авину, это папа или отец даже, но не в строгом смысле, потому что есть еще другие, там, некоторые слова, поясняющие более строгую форму, вот, ава, авину, это папочка, папа, или папуленька, отец, значит, и, вот, песня поется, от Авину хай, наш папа, наш отец живой, А потом поется, ам Израиль хай, 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 Потому что действительно народ жив Божий, лишь потому что Бог живой. А если бы не Господь был бы с нами, то сажали бы с потрохами. И вообще, знаете ли, действительно, и в истории Израиля, и в истории церкви, ну, один почерк нашего Господа очень легко угадывается вообще, очень легко прочитывается. Так вот, дамы и господа, братья и сестры, и Янгус, он писал о себе как о старнике на огороде Царства Божьего, злоу старнике, который пришел лишь деньги иметь, и Бога не знал, и, понятное дело, ну, слепой, что он может дать другим людям? Ничего. Он может только в яму завести. Знаете ли, как вот говорят, каков поп, таков приход. Вот. И так что рыба к нему всегда так вот, не с хвоста. Вот так вот. И, ну, потом он писал, что, ну, он не так подробно, к сожалению, видимо, не так много времени было у него, но он написал, что как раз его вот эта вот встреча с Богом, да, его возрождение было через чтение Слова Божьего, через рассуждение его над Словом Божьим. Одним словом, будучи уже священником, он пережил вот это обращение. Друзья, Бог мог и еврейских тех священников в шестой главе Деяния, помните, да, что многие из священников, написано, покорились вере. Он может и христианских священников разных национальностей, разных культур, также покорять праведности Божьей, покорять вере Божьей. Вот так вот, друзья. Вот. И слава Богу за все. А время великой деформации, деградации, вот сейчас, получается, в этой части первой, давайте, до перерыва, да, до паузы такой, я, значит, расскажу, наверное, такие страшные вещи. Вот. Ну, закончим все хорпиентом. Хороший будет финал. Не, потому что, на самом деле, это, по-моему, Биллигрэм говорил, у него там цитаты такие были, интересные такие, и одна из его таких мыслей хороших, он как-то так сказал, ну, это не помню дословно уже. Ну, типа того, что я прочел Библию до конца, и в конце все будет хорошо. Не волнуйтесь, все будет хорошо, в конце все будет хорошо. Да, все закончится, как в старой доброй сказке, вот, свадьбы. Вот, да, значит, и там и невеста приготовлена, значит, и не так, как там в русских вариантах сказки, что по усам тепло в рот не попало, такого не будет, да. Вот. Там либо пад, либо пропало, либо, значит, там на свадьбе пируешь, да, значит, либо за бортом. Не дай Боже. Вот, значит, но, друзья, смешание христианства с язычеством, великая деформация, эпоха великой деформации, великая деградация церкви, которая продолжилась исторически до 1517 года. И хотя до сих пор метастазы, вот, и многобожие, и идолопоклонство, и религиозного культизма, они бродят в теле Христа, распространены, но в целом, скажу так, в целом, процесс именно реформации, выздоровления, восстановления, возрождения с того самого 1517 года продолжается по сей час. И это очень удивительная история. Но, как произошло от падения? Притчи Иисуса пророчески открывают историю. Тоже это отдельная тема. Я очень люблю об этом рассказывать подробно. Но, вкратце скажу, что Иисус все предсказал в своих притчах. Он не говорил только хорошее о своем царстве, знаете ли, не идеализировал свое царство. И он царство Божье ни в коем разе не в розовом свете представлял. Вот. И сам не был идеалистом он, и, в общем-то, своих сотоварищей. Он никогда не учил смотреть на царство Божье через розовые очки. Динаминации, конфессии там и прочее. Доктрин каких-то нет. Он говорил правду матку. Резал, как говорится. Он смотрел на факты и он говорил, что действительно будет все плохо очень в истории царства Божьего. Он говорил, что одна из самых страшных притч Христа о царстве. Я уже назвал некоторые такие страшилки его, да, насчет о царстве, которые исполнились тоже. Но самая страшная притча, если в библейском прочтении, имею в виду, не в конфессиональном прочтении, то это притча о женщине, которая взяла закваску и бросила в три мира муки, пока все не вскисло. В конфессиональном прочтении христианских церквей, это даже бывает часто хорошая притча, то есть это как бы положительная притча. Но в библейском прочтении это очень плохая притча, очень страшная притча. Закваска в библейском, в еврейском, в еврейской системе толкования, объяснения никогда не может означать что-то хорошее, положительное. Закваска это грех и лукавство, порог и лукавство. И Иисус говорил о том, что беречься нам надо от закваски фарисейской, саддукейской и иродовой. Вот фарисейская закваска это, ну чтобы было понятно, да, это религиозная лицемерие, это религиозная закваска, чисто религиозная закваска. Саддукейская это религиозно-политическая закваска, садок, ну не в обиду садоку насчетам и как бы... Вообще саддукейское учение очень хорошее в целом, но у них отдельные есть заблуждения, были конечно, но самая большая беда была саддукейская, вот тогдашняя, это по сути подчиненность, вот смешание с политиками, вот с мамоной, даже больше мамоной, даже скажу так. Вот это религиозно-политическая закваска такая. Вот и иродова, это непосредственно цезарепопизм, это политика-религиозная закваска уже, то есть чисто религиозная закваска, религиозно-политическая и политическая закваска. Вот от этих заквасок Господь, он просто умолял учеников своих беречься, оберегаться. А почему Иродов это политическая закваска или политико-религиозная закваска? Потому что, ну, как сам Ирод вошел в историю, вот, думаю, это из Писания даже немного ясно, вот, а из истории это вообще становится очень ясно, это белый день ясно. Потому что, что было? Это диктат над религией, контроль над религией, это использование религиозных верований, традиций и вообще религии как таковой, как часть политики, политических целях. И это откровенный, махровый такой, цезарь-папизм. Цезарь-папизм. Термин помните даже, нет? Помните, да? Цезарь-папизм. Из двух слов, цезарь и папос. Папос, отец, имеется в виду духовную власть. Цезарь, это является, ну, светская власть. Цезарь-папизм, это такая система взаимоотношения церкви-государства, когда государство управляет церковью. И церковь становится послушным орудием в руках сильных мира и всего. То есть, когда Цезарю, Кесарю или Кесарю, да, значит, не только Цезарева, да, но и Божьей. Все. Вот. Ну, в древнем мире это было очень популярно вообще. Тот же самый, допустим, римский император тех лет, да, он был и главным правителем, да, верховным правителем всей империи. И он же был верховным понтификом, главным жрецом центральных, главных католических религий, как они назывались. Католическая религия, то есть, это термин в то время относился не к христианству абсолютно, он относился к таким культам, как культ Зевса, допустим, да, значит, там, Юпитера, или же метроизм, допустим. То есть, это религия большинства, религия большей части населения. Вот, хотя метроизм, допустим, был религией довольно новой в то время, как бы, да, даже искусственной во многом. Но, из-за того, что большая часть населения уверовала, там, Митру, значит, там, и, как бы, культ этот очень был популярным, поэтому, значит, император объявил себя тут же и впоследствии, значит, жрецом Митры. Вот, но позиция Христа была иная. Цезарево, Цезарево, Кесарево, значит, Кесарево, да, значит, вот, о Богу Божьем. Вот, он говорил даже на суде перед Пилатом, который, казалось бы, имел власть, опять-таки, да, штука, опять-таки, имел власть наказать Иисуса, убить его. Вот, но Иисус утверждал, что Его Царство, оно совершенно не от этого мира. Его Царство, истинное Его Царство, Его Королевство, да, оно не из этого мира вообще. И в Его Царстве все наоборот, не как у людей здесь, не как у нас, вот, в обществе обычно принято, да. Здесь начальники начальствуют, здесь, кто хочет быть самым, там, важным, первым, да, он, как бы, он господствует. Но в Его Царстве, кто первым будет, хочет, да, он будет всем слугою, рабом. Там все наоборот, в этом Царстве Божьем. Вот, вот так вот, друзья. И, скажу, что из-за антисемитизма и цезарепопизма в христианство пришло очень много ересей, очень много заблуждений. Но самые основные, которые пришли, это, ну, самое страшное, наверное, что можно представить, это многобожие, во-первых, многобожие. Вот, вот, сам, даже скажу так, сам образ мышления многобожника, это развращенное очень мышление, извращенное мышление, оно до сих пор в подавляющем большинстве вот христианского народа весьма очень популярно, к сожалению, очень, в разных формах. У нас в православии, допустим, и вот в католицизме выражается это очень так вульгарно, к сожалению. Это в культе Марии, Матери Иисуса Христа, как Богородица, якобы и Царица Небесной и прочее, прочее. Вот, и других умерших святых, как якобы посредников к Богу. Вот, и ангелов тоже наделяют такими свойствами, совершенно не свойственным, вот именно ходатая, ходатая пред Богом, как бы молитвенников за нас и прочее. Вот, на самом деле, Библия говорит нам Нового Завета лишь об одном ходатые Нового Завета посредники, первосвященники Иисусе Христе. Это Сам Господь Иисус Христос. И, знаете ли, здесь совершенно очевидно, что, как вот Иисус говорил, помните, Саддуки им опять-таки он говорил, у Матфея записано 22-29, там есть такой текст интересный. «Заблуждайтесь», он сказал, «не зная писаний, не силы Божьей». Или там в другом переводе еще мне нравится, «заблуждайтесь, игнорируя или пренебрегая писаниями и силы Божьей». И, ну, как бы, по совести это правильнее перевести так, именно слова Христа, я так понимаю, потому что Саддукеев трудно было обличить, вот, как бы, в незнании именно Библии. Понимаете ли, это не были, вот, невежды, как бы, это были грамотные люди-то. Но, вот, в пренебрежении, в игнорировании там, да, в этом можно было это обвинить вполне. Вот, и вот так же и в христианстве произошло буквально то же самое. Вот, чтобы нам не попасться в заблуждение, я так рассуждаю, нам нужно, вот, как птица два крыла этих, нужно знание Писания и знание силы Бога. То есть, это знание теории, да, о Боге и знание имени практики с Богом, теории и практика. Познание Слова Божьего, именно познание Слова Божьего и познание истины. Обычно перекосы бывают всегда то в одну, то в другую сторону, но это, как бы, неизбежно в человеческом роде-то. Вот, редкая душа середина держится. Ортодоксия, ортодоксия, да? Ортодоксия, да, 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 совершенно верно, да. Но, вообще-то, если по совести, ортодоксия – это, как раз, центральный путь. Такой, ну, в хорошем смысле этого слова, ортодоксия, значит, это действительно такой царский путь, такой, средний. Ну, я так рассуждаю, значит, что и теории, и практики. Вот, но, к сожалению, вот, так вот повелось тоже в христианстве, пренебрежение писаниями. В угоду сильным века сего, в угоду маммоне, когда, допустим, Константин Великий, он сделал многих епископов христианских богатыми, там, землевладельцами, рабовладельцами, когда он раздавал земли, там, титулы, то, знаете, что можно наблюдать в IV веке было? Что то, что они смогли сделать костры гонений, инквизиции, палачи прежних императоров, диоклетиана того самого хотя бы, смогла сделать маммона. Вот, и похоть отчей, гордость житейская, поэтому даже такое наблюдение есть, я с этим согласен совершенно, потому что из истории церкви-то очень видно даже. Да и в своей жизни это наблюдают тоже, значит, и вообще в жизни христиан, так вот, в современных наблюдают. Знаете, вот, а в истории христианства примеров больше достаточно, что вот ереси обычно, да, возникают тогда, когда, ну, жир бесится уже, вот, когда уже все есть, когда мирно. Вот, когда, вот, вот, какое-то гонение там, когда, ну, не до того, честно говоря, не до ересей, когда, значит, там, испытания в церкви, да, вот, как в Израиле было, тоже в Библии рассказывается, да, когда в пустыне, ну, и то робот, конечно, возникал время от времени, там, и много все было, ну, чего было, то было, то. Но, но, из песни, говорит, слов не выкинешь. Но, в целом, народ, так вот, бодренько шествовал в этом присутствии Бога, в этой Божьей шахинии, в этом покрове Божьем. Но, когда входили уже в землю обетованную, перед тем Господь умолял своих детей, умолял свой народ, когда у вас все это будет, земля, виноградники, поля, дома эти, которых вы не строили, то не забудьте меня тогда, вот, в этот момент. Но, к сожалению, несмотря на предупреждения эти строгие и неоднократные, так оно и произошло. Знаете ли, вот, когда уже были в земле, мы, да, уже, казалось бы, в своей земле, да, и когда уже все, живи и не хочу, знаете ли, радуйся жизни, славя Бога. Вот, начались вот это вот, такое отступничество началось такое. Вот, ну, и много другого можно назвать тоже. Вот, и в истории христианства, первые 300 лет, когда наших с вами братьев, там, сестер, порой, там, потехи ради, там, то на арены колизеи, там, выгоняли на растерзание львам, там, всяким тиграм, хищникам, вот, сжигали, там, распинали, что только не творили. Слушайте, там, читаешь порой, там, ну, не знаю, ужасы. Конечно, сегодня удивить трудно, значит, человека 21-го столетия, вот, уже, знаете ли, там, раньше, я помню, еще в детстве, там, фильм «Вий» был ужасником, «Ха, а сегодня включаешь и как-то ставлю добрую комедию, смотришь, знаете ли, вот, как бы, вот, сегодняшние уже ужасники уже такие, что там, вот, да, я не любитель ужасников, но просто как наблюдение, иногда посмотришь, и люди смотрят, и стараются, конечно». Вот, значит, и, ну, ладно, там, еще что, вот, да, действительно, нечестивые еще делают нечестие, то есть тьма еще больше сгущается, на самом деле, в эти времена, но свет еще больше, еще более ярким становится, потому что тьма сгущается, свет, эта тьма, свет не погасит, но свет еще ярче становится. Поэтому я обычно говорю, что, вот, и у себя в церкви тоже, и в гостях, когда бывают, что, вот, как сказано, вот, Иисус Христос, Он вчера, и сегодня, и во веке тот же, но сегодня Он еще ярче, а почему-то уже сгущается, и пример я привожу, вот, как автолюбитель, вот, если навстречу машины идут, да, вот, и у них включены фары, допустим, да, дальний свет, если это днем, нет проблем, то себя это не слепит, а вечером уже заметно, а глубокой ночью, ты уже там уже сигналишь, чтобы они переключились, если забыли, там, значит, потому что тебя слепляет это все. Вот, вот так же, и, значит, и Господь, Он сегодня тот же самый, что и 2000 лет назад, но сегодня Он еще ярче. Так же самое и в жизни каждого верующего в отдельности, когда тьма сгущается определенной, да, то Иисус, Он в нашей жизни еще ярче становится. Мы это замечаем, Боже, даже, как бы, силище. Я помню, когда меня в Малоярославце благоставлял Иван Петрович Федотов, застал его еще живым я в теле, перед тем, как он ушел в вечность, вот, и я о нем слышал много, читал, его книгу читал, потрясающая, кстати, книга, очень рекомендую. Кто не читал, почитайте Федотову книгу. Называется «Встать, суд идет». Очень хорошая книга «Встать, суд идет». Это был епископ, легендарный такой, героический такой служитель Божий нашего времени, наш старший современник, который, я не помню сколько, но там много лет он за Христа сидел в лагерях там и в разных, в разные, ну, при коммунизме. Вот, значит, и уже в постсоветское время был там реабилитирован, все, значит, да, сняты были те судимости, потому что он был судим лишь за Христа, за Слово Божье, за проповедь Слово Божьего. Вот, но большая часть его жизни, это довольно, или больше даже, прошла в местах лишения свободы за Христа Иисуса. Вот, был во всесоюзном розыске неоднократно и проводил служение чаще всего, ну, нелегально, совершенно нелегально, а вот там где-то в лесах, где-то там, вот, собирались, договаривались, молились. Вот, и вот интересно, и я с ним общался, общался, он меня благоставлял, вот, как служителя, я, честно говоря, за этим ехал даже. Я не говорил ему, но, вот, у меня внутри было желание, ну, видимо, он сразу понял, зачем я приехал, вот, и общались, молились, потом, вот, на служение поделился у них словом, вот, и свидетельством, вот, там, у них в доме молитвы. И потом, у которого, как раз, молился за меня, моё служение, вот, и я встал на колени, и вот, его, такие, мне показалось, огромные руки такие тяжёлые, такие на меня легли, вот, и я пережил очень сильно тогда, вот, ну, как говорят, присутствие Бога, да, оно всегда переживается, но в некоторые моменты, как-то, вот, ещё ярче становится, вот, этот свет. И я благодарю Бога За потом и всю ночь Фактически не давал старику спать Немного стыдно, правда Он уже, видно, там уже И спать хотел, конечно же, но уже человек Старый, но А мне интересно, я его И то, и то расспрашиваю Вот, значит, тем более понимал, что Как бы уже, ну, когда еще увидимся Вот, только на небесах уже теперь уже Я знаю уже Вот, и И вот интересно, он рассказывал Такие вещи, я говорю Вот по поводу книги, вот я прочитал там О том, о том Он говорит, Сережка Если, вот, все написать Даже верующий не поверит Потому что Вот в такие моменты Бог так себя проявляет Что он пятидесятник Он, значит, там, казалось бы, ему сам Бог велел В чудеса в эти верить, значит, и У него собрание там тоже Не робкого десятка Там многие сидели и не раз сидели за Христа Там, значит, там, братья И общался с разными там братьями Малоярославцы И, знаете ли, но даже Многие вещи, он говорит, даже верующим Нам очень трудно, ну, как бы То есть ему даже в его теологии Вот протестантской такой, значит, такой Классической, писательской Трудно было даже многие вещи объяснить Даже самому себе Не говоря уже про собрание свое И вообще братство свое Вот, потому что настолько Бог сверхъестественен Ну, как, допустим, объяснишь Вот Временные чудеса Можно попытаться объяснять, допустим Их, но Даже верующие порой Ну, знаете ли, в ступоре От этих вещей Вот И Ну и прочее Ну, будет возможность Как-нибудь, даст Бог Поделюсь некоторыми Такими Соображениями Интересными Хотя даже неверующие сегодня Ученые даже порой Ну, как бы Заявляют о таких Некоторых Чудесах Да Вот Слава Богу Проходите, пожалуйста Присаживайтесь Присаживайтесь Вот Хотя, в общем, уже перерыв Да Сейчас сделаю небольшой перерыв Давайте Я как раз прочитаю Что за Мне самому интересно Что за вопросы пришли Вот Может, кому-то надо черный список Шутка Вот Не, пишите вопросы Пишите Я Я добрый, пока Сейчас почитаю Вот Я буду отвечать на вопросы После короткого перерыва Хорошо, давайте Мы тогда Попьем чай В этом время В 15 минуту Пообщаемся И Аллилуйя Еще одно